Еще вчера я был такой, а сегодня уже вот такой. Решил утро начать с похода в парикмахерскую, привести свою голову в порядок. Ну так гораздо просто лучше. А еще сегодня у нас интереснейший день, потому что к нам приезжают ребятки наши, любимые, дорогие, если вы смотрите, вам привет через экраны со Смоленска. Это наши друзья, с которыми мы познакомились. Благодаря нашему каналу, они на нас подписались, когда мы путешествовали по Крыму в девятнадцатом году. И сам Бат тогда мне написал в инстаграме, давайте увидимся. Мы тогда были уже в Сочи, зимовали. На что я сказал, ну давай. И вот они были осенью, мы встретились, душевно пообщались, познакомились. И с нами произошла, знаете, такая мощнейшая синергия. И все, и мы задружились. А потом весна, они снова к нам приехали. Тогда у нас была гендер-пати, мы узнавали, кто у нас будет, мальчик или девочка. И, конечно же, они принимали участие в нашем таком мини-празднике. Вот. И сейчас, спустя уже, когда они в мае, по-моему, тогда уехали оттуда, спустя, грубо говоря, до полгода, произошло очень много всяких разных событий. И они приезжают к нам сюда, в Подольск, просто на один день, чтобы нас поздравить с событием, что у нас родился маленький, уже месяц ему исполнилось. Вот это, конечно, вообще безумно приятно. Ну, просто безумно. Я не помню, чтобы кто-либо так делал. Делают только они. Ну, вы только вдумайтесь, из Смоленска приехать в Москву просто на один день. Это дорогого стоит. Это, я не знаю, лучше любого поступка, как вы считаете, напишите в комментариях. Еще у ребят маленькая дочка, маленькая принцесса Агнесочка. Так вот, пацаны ее называют пищащая девочка, потому что она очень громко пищит. И сейчас я еду дополнительно купить еще подарочки ей. Мы уже подготовили немножко, я сейчас еще куплю. Пока не знаю, что. Хочу что-нибудь выберу. И при встрече, конечно же, мальчишки ей подарят. В общем, решила купить вот такой вот набор Playdoor. Мне кажется, для девочки самый кайф. Ну, посмотрим на реакцию. Самая ценная реакция. Ай, какая красота. Так, ну теперь примерим. Ну что, вот такая кофта. Я думаю, когда нет солнышка, серость, то мои яркие кофты явно через экран поднимают вам настроение. Желтое, оранжевое. Вообще решил для себя, что не буду вообще покупать никогда серых, черных вещей. Потому что и так много серости. А вот через одежду будем поднимать настроение. Настенька там одевает Мирона. Пацаны рано оделись, уже схотели. Поэтому мы с ними сейчас пойдем на улицу. Немножко пока подождем на улицу. Подождем всех. Вон приехали ребята. Сейчас пойдем встречать. Так, приехали наши ребятки. Идем встречать. Вручать подарочки. Пока ждали, долго ждали. Он уже и Настенька вышла. Вот. Ой, вы так рады. Вы себе даже не представляете, насколько мы рады, что они приехали. Идите сюда, Артем. Так, вы сильно только это не кричите, а то Агнесу напугаете. Ладно. Да, вот они. Вон, вон, вон. Дети вообще рады. Стой, 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 дорога. Дорога, Артем. Агнеса. Ааа, принцесска. Уруру. Мы с камерами. Агресса. Привет. Привет, привет, привет. Принцесска, привет. Привет. Мы доехали. Супер, иди еще. Здорово. Ты посмотри, что тебе подойдет. Где самый? Мы идут. Главные, главные. Вон, идут. Спасибо. Спасибо. Мы вам там вкусненькое тоже. Привет. Принцесска. Так. Смешка. Смешка, мама. Застеснялась, сначала побежала. Настюшка, это тебе. Да, да, маме тебе. Привет, Агнеса. Мы немножко погуляли здесь на стадион, не понаматывали круги, а сейчас решили все вместе поехать в наше любимое место в Подольске, в Дубровице. Поедем все вместе, двумя семьями, ну и, соответственно, вам покажем, какая там красота. Смотрите, чувак упал с мобеда, потому что он ехал уже на зеленый, а чувак на машине проскакивал на красный, он ударил резко в тормоз. И прям перевернулся. Жесть, конечно, вообще. Папа, можно пасть на мотошеднике? Да, можно вообще. Да, можно просто так, чувак, пусть делать. Блин, жесть, конечно. Слушайте, мы сюда сегодня приехали, а здесь просто аншлаг парковок, можно сказать, что вообще нету, мы еще и две машины. Сегодня полно свадьбы, вы сами можете заметить, целые автобусы, микроавтобусы, легковые машины, все украшены ленточками. Родион, прекрати! И там, получается, вот где усадьба, сейчас я покажу вам, там очень много людей, которые кричат горько-горько. Вон там вот выше, вон, пойдемте сюда. Вот видите, какая здесь тусовка. И вот там вот свадьба и дворец бракосочетания. Мы махнули коляску, уже взяли свою, она удобная, потому что та просто, дно неудобное, мы ее у брата просто взяли. Вот такая громадина, это маленькая, кто не смотрел выпуски, гляньте, трансформер такая, люлечка Шикс и в машину, очень-очень удобно для путешествий. Здесь есть афиша, и вот он, главный вход, единственное, что, конечно, здесь такое покрытие дорожное, что на нашей коляске здесь очень ужасно. Это же люлька для маленьких детей, поэтому, когда вот по такому дорожному покрытию ее катишь, там такая турбулентность, что, да, сейчас пока здесь приходится ее вот так вот тащить. Смотрите, какая шикарная церковь 18 века. Да, мы, кстати, тут в каком-то выпуске недавно вовнутрь заходили, гуляли здесь по кругу и, конечно же, привезли наших смоленских ребят сюда. Но это прямо лучшее, что есть в Подольске, 100%. И вот тут вот, видите, свадьба, вон там лимузины туда-сюда. Вот здесь осень классная, да, Темка? Здесь вот это все листва-листва разноцветные, конечно, все еще уже опало из деревьев, а была прям вообще изумительная, конечно. Сейчас пойдем туда чуть дальше. Да, по выходным здесь огромное количество людей, но это и правильно. В такие места нужно обязательно приезжать. Да, щекаев. Ну и территория, да, по которой действительно ходишь, наслаждаешься. Здесь, кстати, патрулируют еще какие-то похожие на казаков. Вот, следят за порядком, чтобы на газон никто не ходил, чтобы мусор не бросали. Это, конечно, очень хорошо. Тут даже, видите, вот ходят эти казаки и объясняют, как, где лучше всего летать на дроне. Вот, вот так вот. Следят, короче, строго за порядком. Сколько здесь гуляем, первый раз слышим звук колоколов. Сначала по одному дали, а вот сейчас прям перелив пошел. Колоколая. А зачем? Мы все думали, куда поехать поужинать. В итоге решили ехать домой. Вон Настенька сейчас заказывает пиццу. Самбан вот развлекается с детьми. И веселит. Вот, так что будет дома пить чай по домам. Потом, а завтра будет новый день. Уже поедем в новое место, мы тоже покажем. А еще? Бери 4 сыра. Оставляем, значит, ребят здесь. Они будут дожидаться пиццу. В ДОДУ у нас, представляете, не получилось, короче, купить, потому что нет доставки. На соседнюю улицу есть, на нашу улицу нет. Поэтому мы плюнули по-быстрому, приехали в наш любимый Пицца Экспресс. Я ее тоже уже показывал в выпуске. И мы чим домой, пока поставим чай, пока закипятим туда-сюда. И ребята уже подъедут. Будем чаем питьем заниматься. Вот, они приехали. Даже местечко для них уже есть. Пиццу не съел по дороге? Три оставили. Офигенный запах, да? Да, да, прям офигаряй. Скажи, там на переходе можно вставить? Конечно, можно вставь. Вставь, вставь, ничего страшного. Ну что, мы вот так вот собрались, такой большущей тусовкой. Причем ребята решили тоже пить чай с молоком. Это такая наша фишка. О, а дети, я забыл молока налить. Ну, давайте. За встречу. Да. Наверное, не чаем. Коль у всех есть пицца, давайте пицца. За встречу. Настенька, давай присидяйся. За встречу. Давай. Пацаны. Ну. За встречу. Давайте. Здравствуйте, Сюша. На гендер-партика. Чапури, фото или это? Кстати, да. Да, Мирончик, тебя тогда еще мы не видим. А, я забыла про нее. Ой, как улыбается-то Мирончик. Мне тоже так казалось. Мне тоже дети сейчас нахер. Язычок показывает. Поплывается. Разве. Да, уже не странно. А, мне обратно. Ты молодец. Да, ты сговариваешь. Ребятки привезли. Походу, очень вкусный торт. Это даже новинка. Сейчас мы его будем резать. Ну да. Морковный? Морковный. Ух ты. Так, ну все. Чай попили, поели, пообщались. Ребятки уезжают. Но завтра мы еще увидимся. Поедем к ним гулять. Пока, моя хорошая. Пока, принцессочка. Пока, зайка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.